Внимательные авторюбители уже заметили, что на Ингурских автодорогах появилось аномально много машин с номерными знаками Армении. За последние пару лет их количество радикально выросло. И отнюдь не потому, что граждане этой страны едут к нам в качестве туристов. Дело в том, что на автомобилях с армянской регистрации передвигаются именно наши соотечественники. Просто некоторые нашли новый способ покупать недорогие, но при этом престижные легковушки за границей. Дверь в страну дешевых иномарок для россиян открылась после вступления Армении в Таможенный союз. Несмотря на все преимущества покупки автомобиля из этого государства, нельзя забывать о подводных камнях, с которыми может столкнуться автолюбитель. Например, приобретая транспортное средство, вы не сможете продать его в России, во всяком случае официально. Также у многих сложился миф о том, что автомобили с армянскими регистрационными знаками неуязвимы передорожными камерами. Возможно, раньше водителям и удавалось избегать так называемых писем счастья. Но сегодня ГИБДД вышло на новый уровень в этом вопросе. Камеры фиксируют нарушения, они аккумулируются в случае, если инспектор остановил транспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками. Эти государственные регистрационные знаки проверяются по нашим базам, то есть по базам Центра фотофиксации. В случае выявления административных правонарушений выносятся постановление в отношения лиц, управляющих данными транспортными средствами и направляются в адрес этих лиц. Уже сейчас в правительстве Армении собираются сбалансировать таможенные пошлины по отношению к российским, поэтому с начала 2020 года возить автомобили станет не так выгодно. Как бы то ни было, вовсе не важно на автомобиле с какими госномерами передвигаются водители. Правила ПДД равны для всех, но порой за руль садятся и те, на кого эти самые правила по сути не распространяются, по причине незаконности самого факта управления ими автомобилем. Речь идет о несовершеннолетних на дорогах общего пользования, которые создают опасность как для себя, так и для остальных участников дорожного движения. Это преступление отца, не столько ребенка, а преступление отца, потому что он его посадил за руль, он его отправил за руль. Да, я не святой, бывают у меня такие, мне вот, например, лень в магазин съездить, я 14-летним отправляю до магазина, ну там 100 метров. Но не дай бог, вот что случится, с каким лицом я выйду к людям и скажу, извините, я его посадил за руль и за меня это. Статистика показывает, что дети – самая незащищенная категория участников дорожного движения. Ежегодно на дорогах нашей страны происходит более 22 тысяч ДТП, в которых гибнут и получают ранения дети и подростки в возрасте до 16 лет. В частности, в республике за последнее время участили случаи аварий по вине детей и водителей. В период сентября месяца текущего года вынесено более 4 тысяч постановлений в отношении транспортных средств, зарегистрированных на несовершеннолетних. Хотелось бы напомнить, что к административной ответственности привлекаются представители несовершеннолетних, то есть это отец либо мать. Основная причина всех несчастных случаев с участием несовершеннолетних – это незнание элементарных правил дорожного движения. Задачи же взрослых, причем не только родителей, а вообще всех граждан – на собственном примере демонстрировать культуру поведения на дороге. Именно такое отношение в дальнейшем сохранит жизнь и здоровье детей. Микаил Тангиев, Магомед Дедигов, Новости 24.